О безопасности граждан, о новых методах мошенников, о пресечении преступности среди и в отношении детей. Говорили на координационном совещании по обеспечению правопорядка. В его работе принял участие временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев. Времена меняются, меняется и структура преступности. Случаев кибермошенничества стало больше, аж на 60%, а уличных краж и драк меньше. На 39% увеличилось количество тяжких и на 11% особо тяжких преступлений. Выросли их выявляемость и раскрываемость. В прошедшем году на территории Чувашской республики зарегистрировано 12,5 тысяч преступлений, что на 5% больше, чем в 2018 году. К уголовной ответственности приличено 207 граждан, совершивших 500 преступлений. Увеличилось количество преступлений против самых уязвимых сегодня в Центре внимания дети. И страдают они, к сожалению, по вине тех, чья прямая обязанность их защищать. В прошедшем году родителями и иными законными представителями совершено 7 преступлений против половой свободы детей. Несовершеннолетние, имеющие задержку развития или иные психические отклонения, становятся наиболее уязвимыми. В 2019 году в отношении трех таких подростков было совершено 4 преступления. Преступления в отношении детей тоже чаще стали совершать с использованием интернета. Министерство образования считает, неплохо бы в школе внедрить дополнительные занятия по разъяснению основ безопасного использования сети. Руководитель региона отметил и другие немаловажные направления профилактической работы. Обязательно надо обозначить, что необходимо нам отдельно поговорить о профилактике наркомании и наркоторговли. Это очень важная тема. И учитывая, что на сегодняшний день эта тема находится в зоне внимания всех ветвей власти и уровней власти, особенно с появлением новых наркотических вещей типа СНЮС и так далее, нам надо эту тему в ближайшее время отдельно обсудить и совместно выработать отдельный план таких совместных действий. Правоохранительные органы усилили контроль за теми, кто уже совершал правонарушения против детей, вплоть до ограничения доступа на массовые мероприятия. Сегодня 19 из 48 рецидивистов уже в черном списке. Работы в данном направлении продолжат. Необходимо усилить работы и самими несовершеннолетними. Преступность в их среде по-прежнему остается высокой. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. Спасибо. Спасибо.